МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В рамках нашего холдинга совместно с Добровской фабрикой Герои Труда мы делаем бумагу более высокого качества, но по цене более низкую, которая может быть конкурентоспособной российской. То есть снижение себестоимости у нас намечается порядка 10%. Также с одной из прибалтийских компаний мы развиваем проект тоже по совместному производству красок пигментных. То есть это золото, серебро, жемчуг и так далее. То есть это нам позволит существенно снизить себестоимость продукции. Что месяц дизайнеры распроцовываются до 10 видов новых шпалер. На сегодня у коллекции больше за 400 малюнков с сучасным дизайном и колористикой. Кожный новый вариант зацвержается Мастацким советом. Затым створаются шаблоны для трафаретного друку. Наладжуется серийная вытворчасть. А кроме продукции основного профиля, развивается выпуск инших видов. У их ликоэтикетки, упаковки для харчовой промысловости, пароизоляционный материал, папера техничного призначения. До речи, гомельшпалеры традиционно становятся призером разных профессийных конкурсов. Однако, как знаешь, устаршение гомельского облаканка, мы подчас встреча с коллективом им кнутся за осёды и ось дачагу. Для нас очень важно, чтобы выручка на одного работающая с каждым месяцем, с каждым годом росла. Понимаем, что соответственно идут отчисления в бюджет. Есть возможность поднимать какие-то социальные направления. Сегодня есть объективная причина, и здесь мы тоже не отрицаем, в связи с тем, что вы видите, что рынки мировые подсели, спрос на продукцию стал меньше. Но, тем не менее, мы сегодня и видим, что возможности каждого предприятия ещё не исчерпаны. Сегодня надо каждому предприятию работать над снижением своих затрат, для того, чтобы получить конкурентоспособную продукцию. Институт лесу Национальной академии наук Беларуси сегодня означает 85-х годовый юбилей. Центральной подеей урочистостей стала Международная конференция, присвеченная питанием инновационного развития лесной господарки. И какие распроцовки могут пропоновать в учёные, и что реально потребно практикам, поцекавился Алексей Нціроу. До юбилея в Институте лесу открыли музей. Тут, правда, уникальные экземпляры, как, например, вот эта книга «Пригажусь с лесу», и она была выдадена ещё в Германии в довоенные часы. После такой книги трапила у Гомеля, и она призначалась только для службового крестания. Хотя в уголе маловядомых сторонок у истории института напыл на нешмат, белорусские навыково-доследшие лясты институт у Гомеля открыли в 1930-м годе для практичной допомоги лесной господарствам. Сегодня одна из самых актуальных проблем, над якой працуются навыковцы – изменение климата и, як выник, заявление новых шкодников и хвороб, гибель традиционных для этих местин рослин. Проблема настолько масштабная, что выражать её можно, только с уместными намаганиями в учёных разных краин. Серьёзные изменения климата ведут к тому, что усыхает ель, если смотреть в Украину, с Карпат и практически до Прибалтики. Ей не хватает влаги, ей не хватает почвенной влаги на поверхностно-корневая система, и поэтому надо искать какие-то другие породы или технологии выражения, которые давали, чтобы леса были более устойчивыми. С этой нагоды на конференцию у Гомель запросили учёных из Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы и Латвии. Будучие лесов хвалюли у всех, тем больше, что процесс потепления закранул у всей европейской краины. Кожный зудейник делится своими напрасовками, и вельми верогодно, что они будут выкористаны у соседей. Что ты сагамильчан, то они – сирот пионеров в глине генетичных доследований. Отриманные тут напрасовки дозволяются уже зараз сказать об реальности вырошивания лесов загадя задательными якостями. Сегодня мы уже подошли к полногеномному секвирению, то есть расшифровке генетической структуры данных деревьев. Это уже значительно сокращает этап селекционной работы, потому что мы будем видеть, какие гены отвечают за конкретные признаки, и, соответственно, уже вести отбор. Особливость большинства сучастных науковых распроцовок – их практичная накеруванность. Лесная господарка, как и любая иншая глина, повинна приносить прибыток. В опущенный час в Беларуси проведена модернизация древопросочных предприемцев. Теперь главная задача науковцев и практиков – забеспечить их якостной сыровиной. Пора прекращать экспорт круглых лесоматериалов. То есть это рабочие места, если мы здесь будем перерабатывать, это налоги. Поэтому и работа совместная, которую ведет Министерство лесного хозяйства и Института леса, она направлена именно на эту цель, что вырастить высококачественный, высокопродуктивный, разнопородный состав леса. Олег Сентеров, Игорь Мариченко, Телер-радиокомпания «Гомель». Сегодня отбылось посаджение Гомельского городского выканавчика комитета. Основное питание, вынесенное на обмеркование, выники работы господарчика комплексу города Гомеля за 9 месяцев 2015 года. По индексу промысловой вытворчасти досягнуть узронию отповедного леташнего переда не удалось. Однако, если порауновать Гомель с другими областными центрами, то у нас наивысший показчик – 95,8%. Что тычется с внешне гандлёвой деятельности, у Гомеля по равнанию с початком. Году означается повеличение темпа уросту экспорту товаров. Мы можем говорить о том, что наши предприятия все-таки даже в сложных условиях находят новые ниши, новые рынки и немножко наращивают темпы. Несмотря на невысокие темпы, можно сказать, что экспорт товаров в принципе сбалансированный. Сальдо у нас положительное. Сальдо – 39 миллионов. Если сравнивать с прошлым годом, то на данный период было минус 7 миллионов. По выниках 9 месяцев у 48 субъектов господарения у Гомеля показали отмолвный финансовый выник, иначе, кажучи, признаны стратными. Дарыч, с початку года их колькасть скоротилась практически вдвоя, и эту тенденцию в городе спадяются заховывать и удалейшим. До того же, в опошнем месяце на 5% снизился уровень запаса готовой продукции. С початку года у эксплуатации уведено 170 тысяч квадратных метров жилья. Это складая больше, как 88% до плану. Задача до конца года – выконание доведенных показчиков, скорочение выдатков и повеличение рентабельности. Сегодня у Гомеля прошел конкурс профессийного майстерства «Сярод Медсестер». Позмагаться за звание переможца в областный центр приехали специалисты из всей области. Местом проведения профессийных баталий стал Гомельский Державный Медицинский колледж. За соперниками в белых халатах назирала Ганна Ковалева. Мы оцениваем не только профессиональное мастерство наших конкурсантов, но и их другие качества. Это артистизм, это их коммуникабельность в коллективе, по отношению к больным и пациентам. Это кулинарные способности. Лепшую медсестр Гомельской области выбирают уже в третий раз. Все лето за перемогу змогались и 19 удельников. Усеяны уже стали лепшими в своих установах. А лишь тут шлях до пьеды стало бы больше складанным. Пройти его требовало просто четыре конкурсные выпробования. Проверка профессийных ведов и навыков – самая складанная часть конкурса. В таком моменте урали уже тель. Часу нахваливания нет, как и право на помолку. Сегодня медсестер на Гомельшине рыхтуют две кузницы – Гомельский и Мазырский колледжи. Проходные баллы у них застаются неизменно высокими, что еще раз подтверждает престиж профессии. На сегодня медицинские установы в области укомплектованы медсестрами амально 100%. И, до речи, все больше часто эту профессию выбирают мужчины. Я работаю на отделении скорой медицинской помощи на Ролянской центральной районной больнице с 1998 года. То есть на сегодняшний день это уже 21 год моей службы. Профессия очень тяжелая, очень серьезная и очень ответственная. Александр Зайца до речи стал пероможцем у номинации «За волю до перомоги». Другое призовое место у Катерины Тимошенко из Гомельской областной детячей клиничной больницы. Лепшей медсестрой Гомельской в области Сесюль это стала супрацовница Речицкой центральной районной больницы Марына Долуб. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня вспомнилось и 95 годов дня на роджение народного письменника Беларуси у родженца Гомельской в области Андрея Макайонка. Драматург и сценарист, и он покинул значный отбиток у советской литературы. С на годы юбилею Гомельское областное отделение Союза письменника в Беларуси обвестило в регионе проведение года Макайонка. Про тое, яким он застався у памяти нащадка у материал наших корреспондентов. Андрей Макайонок народился у везцы Борха у сучасного Рогачевского района. У молодости его биография малышам адрознивалась от биографии ровесников. Скончил школу, поступил в военное в училище, примал в дело в Великой Айчинной войне. По сутности, он не имел специальной литературной адукации, але створил творы, которые стали классикой и эталоном жанру. Давайте сгадаем трибунал «Народная трагикомедия». Он, по сутности, заснавал вот этот жанр трагикомедии у беларуской литературы, сатиричный жанр у беларуской литературы, комедию «Памфлет», комедию «Репортаж». Это все Андрей Макайонок. Почас ходу письменников Гомельской области, який пройшов на минулым тыдні, примается однодушное решение. Починаючи с 12 листопада провести у регионе год Макайонка. На практице, гэта будуть сустречи письменников с читачами у городах и вёсках, что повинны одновить интерес до творов классика. Плюс у рамках святкованни подрыхтуют сборник пьес сучасных драматургов. На Гомельской земле у Андрея Макайонка оказалось ашмат угодных последовников. Это так само мы пропоновали, накеровали лист до керовника региона, старшиния Блыканкама, у яким унесли пропоновы, как день белорусского письменства у Рогачёве, який отбудется в вересне наступного года, так само пройшов под знаком нашого ведомого талиновитого письменника-земляка. Андрей Макайонок пошел с життя 16 листопада 19.00. 1882 года. Прошетырые годы увезцы Журавича, где он учился в средней школе, открыли музей народного письменника Беларуси. Тут часто принимают наведовольников с близкого и далекого замежа. Человек, який столько зарабил для литературы, достойный того, чтобы его памятали. Живешь ты в творах тут побачь своих, даешь захном соков напиться. А творы твои, бессмертные сегодня, лунают крылаты навеки. Мы кветку спалев белорусских кладем, творцу, земляку, человеку. И мы хочем, чтобы в вашей памяти Андрей Ягорович зауседы заставался таким добрым, щирым, эмоциональным, как и он показан на этих фотоздимках, сделанных у час читания своей пьесы. Олег Сентюров, Марина Северьянова, Яугин Макеенко, Тель Радио Компания Гомель. На этом выпуск завершен. Дякую за увагу и до новых встреч у эфиры.